Канал Таёжный Обитель приветствует вас Сегодня я по просьбе многих подписчиков хочу рассказать о костюме Меня всё время спрашивают, что у вас за костюм такой Ну, это такой суконный костюм Он сшит под энцефалитку И если вы видели, я в нём сидел ещё осенью когда вокруг всё было зелёное в начале сентября даже в конце августа, начнем, 30-го Костюм этот Раньше они выпускались и продавались в магазинах Были они, когда я работал в зверопромхозе штатным охотником, они там тоже были и их нам выдавали Но этот я купил лет 5-6 тому назад Вон, сукно такое тоненькое Это даже не шинельное сукно, оно потоньше такое, не толстое А тут потоньше сукно Сейчас в магазине они тоже Такое сукно в магазине я встречал Но костюмов не стало Вот года 3-4 их не стало Потому что много всякой иностранной синтетики И Китай тут нам привозят Всякие костюмы разные Есть там камуфляж ру И можно посмотреть там Разные, есть хорошие костюмы Ну я вот ношу этот костюм Лет 7-8 И мне он очень нравится В чём его такая вот положительная черта В нём можно ночевать у костра Сукно это не горит Раньше, когда был Советский Союз Мы все охотники носили в основном ватники Или были вот такие куртки Только не шиты под энцефалитку А были у сварщиков И мы добывали их И тоже, чтобы осенью Можно было где-то там Переночевать у костра А приходится Таёжнику Вот такие костюмы носили Он быстро сохнет Его повесил Фуфалька долго сохнет Она промыкает насквозь У фуфалька тоже Мне нравится Она тёплая Втягивает влагу в себя Идёшь Потом бывает, что Спина аж гремит Замёрзнет там Этот пот Ну всё равно Она... Но у костра Это страшный ужас Мне приходилось много ночевать В морозы, когда Часов семь, восемь, девять у костра И спать охота Там и так Сон такой Разбитый А приходится Всё время Подкладывать И ещё приходится Всё время Принюхиваться Потому что Вата загорелась Завоняла Надо выдёргивать Иначе она располагается Ну вот этот костюм Я ещё раз говорю Что Раньше он продавался Теперь нет Если кто-то желает Я вот там советую Он может Купить Материал И Выкровику взять С энцефалитки Энцефалитки сейчас ещё продаются Ну тоже всё реже И с энцефалитки сделать Выкровику И себе сшить Вот На ваш вопрос Я ответил Попутно Чтобы не было вам Сильно Скучно От такого рассказа Я вам расскажу Один свой рассказ Он у меня Называется Закалённый Алик Или Второе у него есть Название В одной энцефалитке Охотились мы С Володей Барышниковым В вершине Зее Он на своей Любимой Джугарме Я на Аканоне А встречались На Тантальгине Мы с ним Одну Один охотящий сезон Он взял с собой Альберт Петрович Такой наш Общий знакомый Хороший И он И он Взял с собой Охотиться А вот Где На Тантальгине Мы встречались Один раз Я пришёл Разжёг печку Сижу И Придёт Володя Не придёт Мы там Договаривались И заходит Этот Альберт Петрович Алик И он В энцефалитке Мороз Такой Там В вершине Зее Мороз За 50 Ну а Днём 40 Наверное И он В этой Энцефалитке Я тут Быстрее Печку Стал Кочегарить И Чаем Его Угощать И Между делом Его спрашиваю Говорю Петрович Как ты В одной Энцефалитке Такие Морозы Я тут Фуфайка У меня Под фуфайкой Ещё Он говорит Да Я закалённый Я так Мне По барабану Эти морозы Ну и ладно Я ещё Подкинул Дров Печка Покраснела Стало Жарко И Петрович Мой Стал Раздеваться Я вам Продемонстрирую Специально Я вот Подготовился Я Продемонстрирую Снял Он Свою Энцефалитку Под ней Оказалась Рубашка Снял он Рубашку Под ней Оказался Свитер А вот Под свитером У него Оказалась Вот такая Вот А Под энцефалиткой У него сначала Оказалась Вот такая Вот безрукавка Меховая Я её забыл Одеть Потом Под рубашкой Оказался Свитер Он снял Этот Свитер Под ним Оказался Ещё Один Свитер Он его Тоже Снял Печка Разгорается Становится Всё жарче И жарче Он там Маленько Посидел Снял Вот такой Пояс Который Спину Греет Но он у него Не такой был А с зайчих Шкур На завязках Снял Этот пояс Тоже в сторону Откинул Под поясом Оказался Ещё один Свитер Снял он Его Снял Похожем Оказалось Нижнее Бельё Китайское Снял 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 И попивая Чаёк Уже потный Остался В одной Майке Вот такой Маленький Рассказ Про одного Из моих Друзей Альберта Петровича Или Закалённого Алика Вот этот Способ Кстати Некоторые Его используют Он Даже В чём-то У него Есть преимущество Осенью Мы обычно У нас Перепарки Температуры Большие Мы Одеваемся Утром Тепло Стоит Мороз И Градусов 10 Мороза И одеваешь Фуфайку А днём Бывает Что Плюсовая Температура И поэтому Одеваешь Под низ Например Там Майку Свитер Энцефалит И фуфайку Идёшь А потом Фуфайку Снимаешь И вешаешь Её На рюкзак Или В рюкзак Ложишь Такая Вот Такой Способ Я его Называю Капуста И Вот Эта Вот Система Она В общем-то Очень Тёплая Получается Одел Свитер Ещё Один А между Ними Прослойка Воздуха И Когда Приходишь В зимовьё То Вот эти Все Выползки Которые Ты Снимаешь Тебя Они Легко Сушатся Развесил И Они Моментально Сухие Тут Можно Одеть А вот Фуфайка Уже Будет Сушиться До Утра Ну Вот Небольшая Такая Зарисовочка Я Просто Хотел Ответить На вопрос Что у Меня Это За Костюм Ну Получилась Такая Зарисовка Смотрите Канал Таёжный Обитель Всего Вам Доброго Подписывайтесь И Мы С Вами Ещё Что Нибудь Обсудим Пока Пока Всего Доброго